МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пострадавший при взрыве дает показания. Первое интервью мужчина дал нашей телекомпании. Приставы Иркутской области подвели итоги работы. На каждого жителя региона в среднем приходится по 100 тысяч долга. И это включая стариков и детей. И хоккей по-ангарски. В матче с китайской сборной Ермак одержал уверенную победу. Вы смотрите новости телеканала Актис. В студии Наталья Зарубина. Здравствуйте. И прямо сейчас о главных событиях дня. Новые подробности взрыва. Сегодня нашему корреспонденту удалось встретиться с мужчиной, пострадавшим 15 января. Пациент пришел в себя спустя несколько дней вскоре после происшествия. Все подробности у Елены Мельвитт. Мне нужно держаться. Первое, что сказал Александр Пенягин в нашей съемочной группе. У мужчины трое детей, младшим из которых нет и месяца. Я чувствую себя хорошо. Я дышу. Ноги поставят. Так что поддержка психологическая у меня будет в любом случае. Совсем недавно пациента перевели в общую палату. Александр рассказывает, что на злополучной остановке он оказался в половине девятого утра. В это время житель квартала каждый день ездит на работу. Вдруг произошел хлопок. Александру оторвало ногу. Однако мужчина оставался в сознании и позвонил своей жене. Жаль, да, конечно, я позвонил. Попрощался с ней уже. Она прибежала ко мне. Погорала, плакала, истерика. Там дым видел. Ну, дым все это все видел вообще. Сейчас пациент идет на поправку. В больнице он будет находиться еще около двух недель. Состояние Пенягина врачи определяют как средней тяжести. И говорят, что Александр даже сможет ходить. Пациент будет подвержен реабилитационным мероприятиям. Значит, я думаю, что будет подобран соответствующий протез. Сегодня на мировом рынке это достаточно распространено. И я думаю, что он вернется к активной жизни без всяких вопросов. Говорить более подробно о произошедшем Александр Пенягин не может. Ведутся средственные действия. Его палата находится под круглосуточной охраной. А вот на остановке в 211 квартале уже ничего не напоминает о недавней трагедии. Елена Милевит, Михаил Тырышкин. Местное время. Сегодня главный судебный пристав Иркутской области Тимур Магомедов ответил на вопросы региональных и городских СМИ. Встреча состоялась в Иркутском союзе журналистов России. Кроме того, руководитель службы отметил благодарственными письмами четыре средства массовой информации. Среди них и телекомпании «Актис». Ольга Дерибера продолжит тему. Почти 7 миллиардов рублей долга взыскано в прошлом году. Таков результат работы всех территориальных подразделений службы судебных приставов. Подводя итоги, Тимур Магомедов остановился на самых напряженных ее направлениях. Взыскание алиментов в лидерах рейтинга. В 2014 году на эту категорию был сделан серьезный упор, потому что задолженность родителей перед собственными детьми давно переросла в социальную проблему, которая требует не только работы специальных служб, но и общественного реагирования и вмешательства. На исполнении у приставов сейчас находится 32 тысячи производств по взысканию алиментов. Это беспрецедентная цифра в масштабах страны. Эта цифра, она очень болезненная для нас, потому что мы входим в лидеры по России. Впереди нас, по сути, только Москва и Московская область. Если примерно сравнить ту же самую Московскую область с остатком в 35 тысяч, или Москва там, да, рядом с этим, и количество тех же самых жителей Москвы, Московской области, и Иркутской области, 32 тысячи должников, то понятно, что не все, ладно, видимо, у нас происходит в обществе. Причем ни плательщиков по алиментам не пугают ни ограничения выезда за рубеж, ни уголовная ответственность. Сложно воздействовать приставам и на другую категорию должников по банковским кредитам. По расчетам приставов им является каждый 22-й житель области. Причем суммарный долг проживающих при Ангаре таков, что на каждого приходится более сотни тысяч рублей долга. Часть средств перед банками удается погасить лишь благодаря тесному взаимодействию службы приставов и финансовых организаций. На сегодняшний день у нас с рядом банков заключено соглашение, в том числе о электронном взаимодействии, о том, что мы обмениваемся всеми данными как о движении по исполнительным производствам, так и о наличии счетов этих банков у жителей при Ангаре. В электронном виде мы получаем всю информацию о всех денежных средствах, получаемых этих должниками, и также в электронном виде мы производим списание денежных средств с счетов. А в скором времени приставам придется работать в еще более усиленном режиме. На 10% будет сокращена штатная численность сотрудников службы. В этих условиях, когда на одного пристава и сейчас приходится более трех тысяч производств, одним из инструментов воздействия на должников остаются средства массовой информации. Четыре СМИ за эффективное сотрудничество Тимур Магомедов поблагодарил лично. Сангарск очень славится. Большое спасибо. Спасибо большое. Ольга Дерибера, Владимир Сливанов, Местное время. 47-летняя жительница 12-го микрорайона задержана по подозрению в сбытии героина. Операцию провели накануне сотрудники Абнон при содействии фонда «Город без наркотиков». Сама женщина не наркозависимая, в уголовной ответственности не привлекалась. Торговала она не сама, торговала через посредников, так называемых бегунков. Она давно попала в поле зрения. Подбирали к ней людей, подбирали, но почему ее не могли задержать, она поторгует, поторгует, раз уедет в другой город. Поживет в другом городе, там поторгует, снова вернется в Ангарск. И вот такими вот разъездами, то есть долгое время не удавалось ее задержать. В результате оперативных действий наркоборцов женщину взяли под стражу. В ходе контрольной закупки у нее обнаружили более сотни расфасованных доз наркотика и 26 тысяч рублей, в том числе и от сбыта. 5 килограммов марихуаны, крупную партию травы удалось изъять органам наркоконтроля на минувшей неделе в Уссули-Сибирском. Напомним, что с прошлого года этот город является подведомственной территорией Ангарского межрайонного отдела ФСКН. Мужчина, спрятавший наркотик в гараже, попытался препятствовать правоохранителям. Как пояснил данный гражданин, данное наркотическое средство он заготовил сам на полях в Уссульском районе летом 2014 года в целях лишнего употребления. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 228. Как удалось выяснить оперативникам, мужчина делился травой с другими людьми. Теперь ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. Накануне в 8.20 утра на участке старого московского тракта возле майска водитель Ниссан Тиана сбил пешехода 50-го года рождения. Мужчина получил закрытый перелом правой голени и был доставлен в одну из городских больниц. Сейчас по данному факту возбуждено административное расследование, в ходе которого выяснится степень виновности каждого участника ДТП. На пути железнодорожном будь предельно осторожен. Итоги конкурса детского творчества подвели сегодня в 8-й гимназии. Поводом для образовательной акции стала трагическая гибель 9-летней девочки под колесами поезда на станции Мюгет в январе прошлого года. Данный конкурс был объявлен впервые, поэтому такое массовое участие приняли ребята, активное участие, молодцы, все очень заинтересованы, активно приняли участие. Также непосредственные руководители контролировали процесс этой работы. Рисунки на конкурс подготовили более 300 школьников из 23 образовательных учреждений. Победителями стали ученицы 8-й гимназии Анастасия Батова и Ангелина Фадеенко. Также благодарностями и почетными грамотами организаторы отметили педагогов, чьи ученики приняли участие в конкурсе. 17 января ангарские спортсмены вернулись из областного центра, где проходили масштабные соревнования Сибирского федерального округа по кикбоксингу среди юношей и девушек. Основная борьба развернулась между соперниками из Иркутской области и Красноярского края. Из 500 участников наш город представляли 55 воспитанников школ СНЛ, «Легионер», «Скорпион» и «Перспектива». По итогам встречи ангарские спортсмены перевезли в родной город три десятка медалей разного достоинства. В рамках турнира проходили и бои среди профессионалов. Всего прошло пять встреч, в которые я одержал победу во втором раунде нокаутом. И по итогам профессиональных боев Иркутская область одержала победу над Красноярским краем со счетом 4-1. Ребята очень выступили хорошо. Еще раз повторюсь, что конкуренция была высокая, сильные спортсмены были. Ну, много вторых мест. То есть можно было бы еще чуть-чуть поднапречься и больше первых мест занять. Этот чемпионат стал отборочным на всероссийский этап соревнований по кикбоксингу, который пройдет уже в феврале. Восемь шайб для Поднебесной. Хоккеисты ангарского Ермака с крупным счетом одержали победу над молодежной сборной Харбина. Сибирские игроки восемь раз поразили ворота соперников. Китайские спортсмены ответили лишь одной шайбой. Самые интересные кадры с товарищеского международного матча в репортаже Елены Мильвитт. Государственный гимн Китайской Народной Республики под сводами Ермака звучит впервые. Планируется, что команды обменяются спортивным опытом. А идея проведения такого матча родилась во время автопробега Харбин-Иркутск. Очень серьезно в этом заинтересованы китайские спортсмены. Поскольку у нас очень мощная школа, у нас по всем уровням хорошая подготовка спортсменов, и они приехали просто поучиться у наших ребят, поиграть с ними, почувствовать свои силы и поучиться тому, как организован тренировочный процесс. Младежную сборную Харбина возглавляет российский тренер. В Поднебесную Игорь Гаврилов перебрался полгода назад. Говорит, что в лиге, где соревнуются его подопечные, всего шесть команд. Поэтому игрового опыта у хоккеистов немного, но в товарищеском матче с ингорчанами они настраиваются на победу. Я за максимальный результат, поэтому я какая дружба. Мы вышли на лед, мы вышли в хоккей играть, и надо стараться победить в любом эпизоде. Даже, мне кажется, во время тренировки в игровом эпизоде надо пытаться выиграть. Иначе как бы заниматься этим нет смысла. Начали гости прытка с опасных контратак. А вот первыми отличились хозяева. Гол на свой счет записал Ватлин. И тут же шанс восстановить паритет появился у китайцев. Они заработали буллит. Ученную дуэль с Люк Сюжи Семешко выиграл, а затем Миронов увеличил отрыв от соперников 2-0. Однако наши восточные соседи усилиями Сянь-Тянь-Ксяня сумели забить гол в раздевалку. Счет после первого периода 2-1 в пользу ангарского Ирмака команда Харбин настраивается исключительно на победу. Сибирские игроки думают о том же. И значит, чья мотивация сильнее решится в последующих периодах. А вот на оставшиеся от 20 минутки игрового азарта у гостей, видимо, не хватило. Еще две шайбы забитые Тисленко и Акжигитовым побывали в воротах у молодежки из Харбина. Наставник ангарского Ирмака Павел Скугорев дал поиграть всем голкиперам. Семешко сменил Черниговский, затем в рамку вышел Плеханов. Оба оставили свои владения в неприкосновенности, а Баранов, Копылов, Бубнов и Агеев довели счет до разгромных 8-1. После матча хоккеисты с Поднебесной поклоном поблагодарили болельщиков. Бангарским предстоит провести еще две встречи с командой Ермак-99. А ответный визит в Китай сибирские игроки нанесут весной. Елена Мильвит, Владимир Селиванов, Местное время. Канал «Новый день» приготовил сюрприз для своих зрителей. Уже в среду гостями утреннего эфира станут исполнители бардовской песни Андрей Широглазов и Галина Шапкина. Музыканты ответят на вопросы ведущего, а также исполняют несколько песен собственного сочинения. Выступление известного дуэта смотрите 21 января с 7 до 9 утра на телеканале «Актиз». Шел трамвай, сеанс в гиганте, белый снег. Был вон рост и большого, нес в авоське он толстого. Шел по улице Горизунова, человек. Таким был минувший день. Хорошего настроения и удачи!